Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору посылки от подписчицы Лёли из Тюмени. И в общем я решила наверное вскрыть ее прям при вас, потому что как-то в каменах было, что давно я не делала распаковок Эйвана или Фраше, ну потому что не заказывала давно и Фраше, а Эйван меня прибанили раньше времени. Поэтому я решила, что в принципе распаковка посылки подарочная от подписчицы, наверное, чем-то может заменить распаковку заказа косметики. Она тут у меня на 3400, я ее, ну так как я бегал по городу и в принципе на почту мне все равно в том районе надо было быть по делам, то я как бы туда зашла, но у меня пакета с собой не было и в принципе был бы пакет, мне слышь бы удобнее. Я вот так ее перла и слегка подустала пока ее перла. Так. Вот эти несколько современные, теперешние коробки почтовые, ну они уже, наверное, год с чем-то, но вот те, которые раньше были, не как-то удобнее вскрывались, эти пока сообразишь. Там у меня, скорее всего, слегка засветился адрес, и поэтому я этот кусочек вырежу. Тут у нас бумажкой прикрытым. Люди любители шуршания, правда тут зонко, шуршание. Будет что в саду пожать. И тут у нас такой, ой, розовый пакетик с ляпу под этим всем. Эконика, во, на нем написано. Пакетик не помешает. У меня сейчас что-то одни пакетики остались всякие, ну из Дикси, пятерочек и магнитов. И на работу еду таскать приходится в фрешерской сумке, которая такая-то вот, такая вот сумка. Ну знаете, наверное, эти тряпочные такие сумки. Так что я очень рада такому пакетику. У меня перейдет пакетик красивый. Так. Пакетик. У меня тут слева по борту вообще такой маленький столик стоит, на котором я обычно вам все что-то обозреваю или шуршу. Вот в последний раз в Лениным там шуршала. И у меня на нем обычно какая-нибудь или желтая такая покрывашка, или такая вот была. Ну, я думаю, в видео не очень было видно. Там вышивка была такая, полотенечко, не полотенечко. Салфеточка, не салфеточка. Вот сейчас у меня тут просто такая деревяшечка. И что я вижу первое? Это вот значит чай ТЭС. Карамель и что-то там. Черный чай с карамелью. Пакетированный такой. Вот, кстати, вот те, которые такими треугольничками, пакетики, они еще так вполне себе нормальные. Ну, в смысле, вот, допустим, есть просто пакетики кружочками, там, спрессовали непонятно, от чего. Вот такие вот. Вот, я иногда сама покупаю, иногда мне родня дает. У меня одна подруга, она вообще от них тащилась, я когда еще, ну, не знала, что такие вот бывают у разных фильмов, треугольничками. Она мне писала письмо, я говорила, во, знаешь, ну, не как говорила, писала, да. Но хотя мы когда переписываемся ВКонтакте с кем-нибудь, это тоже называется Говорила, да. Ну, и она рассказывала, говорит, такой шелковый пакетик, треугольненький, пирамидка. Я все раньше не могла понять, про что она имела, ведь в виду. Вот, в общем, тут у нас каждая пирамидка ТЭС, это точно выверенная порция рестового чая для заваривания идеальной чашки. Где у нас тут? Ну, да, черный чай с карамелью. Это с ароматом и кусочками карамели. В общем, сегодня, наверное, даже его затестирую. Спасибо, Рюльке, большое. В общем, мне нравится ТЭС. Так, тут у нас, если вдруг какие-то звуки были вначале и вот сейчас, а то у меня кот сначала драл диван, а сейчас еще что-то дерет. Тут у нас коробочка красивая. Коробочка, баночка для чая. Ой, на низу было написано, что это баночка для чая, сейчас я ее вскрою. И в ней у нас тоже что-то такое красивое. Ух ты, краснодарский букет. Черный чай байховый. У меня, кстати, вот как раз сейчас это... Я еще думала, не буду покупать черный чай, вдруг это пришлется. У меня там стоит где-то пол пачки имбры черный. И что-то я так ложенулась, обычно покупала имбру средне-листовую, а тут мелкий лист получился. И еще этот, по-моему, охват. И почему-то он вместо средне-листового, хоть там написано было средне-листовой, мелко-листовой, там еще совсем чуть-чуть осталось. Тут у нас крупно-листовой, краснодарский букет. Чай черный байховый, высшего сорта, без гаммовок. Тоже обязательно затестим. Вообще, такие я ни разу не видела у нас. Не, у нас продается иногда, вот в основном, эти магниток, там, или в Дикси, или в Пятерочках, краснодарский какой-нибудь чай. Но вот именно вот такой ни разу не видела. Прикольно, спасибо. И баночка под чай. Ну, у меня сейчас в основном по травке всякие, потому что у меня тут где-то еще след, они все разобрано в газетках. И я тут собираюсь, периодически полку за какую-нибудь беру, достаю, разбираю, и что-то по пакетикам, по тряпочным таким, по коробочкам сует. Вот тут еще одна будет. Она такая, у нее там как зеркало. Спасибки. Так, все здесь. Ой, меня спросили, а мне так неудобно было, ну, как-то это, человек там тратится будет. А мне было сказано, что неудобно, я не помню как, но у меня вот только сейчас, по-моему, трусец через голову одевать, спать на потолке, когда соседские дети на тебя похожи. Я в Эйвоне не успела заказать, они меня, сволочи, забанили раньше времени. Там какая-то пятая вариация Саммер Вайта. Вот у меня было четыре, один мне как-то, ну, мне он по меня как-то остался немножко вскрытый, и что-то он у меня не пошел. Я помню, Аленке его подарила, потому что он такой и игрался. У меня сейчас три таких вариации, там обычная Саммер Вайта, там, по-моему, фиолетовая и зеленая крышечка. А вот этот вышел, я что-то тогда не успела заказать, а когда решила заказывать, то меня уже ликвидировали. Саммер Вайта Парадис. Вкусненький такой, я еще даже не приткнула, но пахнет, чувствуется. Не знаю, как передать, но очень такой нежненький, вкусненький. Огромная, большую сейчас, спасибо, Юрке. Так, ух ты, экстракт розы, пена для ванн, ароматная роза. У меня какая-то была, кстати, пена для ванн, тоже с экстрактом розы, но я не помню, какая. Вот эта была, не была, или вот теперь будет. Ну, с удовольствием, конечно, буду юзать, мне очень нравятся ивановские пены для ванн, вообще люблю розу. Спасибо большое. Так, стоять. Ух ты, Шамту. 100% объем, глубокое очищение и свежесть. Улучшенная формула шампуня Шамту. Волюм плюс с экстрактами трав. Эффективно очищается загрязнение, делает волосы гладкими и посушными, сохраняя при этом головокружительный объем для жирных волос. Я, кстати, раньше покупала, вот еще, когда всякие, до того, как я узнала, что есть иврашей, я покупала, часто Шамту, и он мне очень нравился. Так что тоже большое спасибо. 360 мл, я думаю, прилично хватит. Так. Ух ты, мыло из этой самой Сенсос, цитрусовый заряд, пробуждение, сочный грейпфрут и мандарин, жидкое мыло. Мне очень нравится, вот аромат у меня еще стоит в запасах, скрабик такой этот, Сенсосовский. Два в одном, очищение и свежесть. Вот у меня сейчас жидкое мыло стоит на кухне, и жидкое мыло вот это будет стоять в ванной. И вот этот гелик, мне такой гелик дарила Ленка. Он мне очень понравился, там у него такой аромат, как мои любимые духи, снятые уже в Фраше и Рис Нуар. В общем, нежная любовь Парижа с ароматом розы, риса и нотами Интаря, крем Гельда Душа. Вдохновлен парфюмерией, Сенсос, парфюмерная коллекция. Тоже буду юзать, у меня сейчас там несколько гелей скрыто, под настроение то один, то другой беру. Двинуть, открыть, кайф, защёлкнуть. Большое спасибо. Ух ты, Аленка! Такие, есть чем чай пить. У меня сейчас что-то две карамельки, куча всякого варенья, мёд, мёд с сотами, сотов, точнее, мёд сам по себе. И халва. Купила как-то полкило, она у меня на тарелке так лежит, там уже половина полкило. Аленка, люблю Аленок. И шоколадки вообще. О, вот эта вот маска, она мне тоже очень нравится, я, кстати, вам рекламлю. Русская баня с экстракторами сибирской сосны, эвкалипто, ухаживающая маска для волос 200 мл, Эйвен Планета Спа. Я как-то покупала, первый раз она мне досталась на какие-то баллы, что ли, на какой-то там заказ. Потом я её покупала, потом я её, по-моему, ещё раз покупала, вообще очень классная такая. И если вам сначала кажется, что для жирных волос она не подойдёт, то нифига подобная. Она, мне кажется, подойдёт для любых волос, вообще любого типа. И кремик, который мне очень нравится, первый, единственный мой заказ в Аберлик. Я как раз тогда заказывала про ноги крем, что тут у нас. Крем для ног, дезодорирующий, пролонгированный эффект экстракт лотоса. Кстати, вам тоже советую, в общем, очень классный. И фига себе, он теперь в этом самом стал не то, что зафольгирован. Вот у них крышечки откручиваются, а у него ещё даже какой-то слюдой заделанный. А у меня как раз закончился этот крем для ног. Ну, в смысле, не этот, но тоже фаберликовский, вообще крем для ног. Так что буду юлить с удовольствием. И маленькая пищенная, про которую мне говорилось, натурелька от Мантус. Где какая? С красно-оранжевой крышечкой. Так, у нас тут ещё такой пакетик. На самом деле, я большую часть отдастовала из-под пакетика, решила сначала всё выгодить. У кота теперь есть коробочка. Ой-ой-ой. Как бы так поставить-то, чтобы ничего не уродить. И вот пакетчик. Дикея. Прихваточка. У меня, далее, есть ещё одна рукавичка. У меня есть рукавичка, сёстры дарили. Такая конкретная рукавичка. И вот теперь ещё рукавичка. Я ещё люблю вот такое вот оно. Ну, такой расцветки. Так, это, наверное, полотенчико. А ещё люблю вот эти вот вафельные полотенечки. Буду с удовольствием пользоваться на кухне. И вот такая ещё прикладочка. Клёво. И там ещё что-то такое. Ух ты! Мы тогда с Алёнкой такую шоколадку лопали. Цедра апельсина. У меня ещё два кусочка на работе лежат. Россия, чедрая душа. Раз, чеколядка. Два, чеколядка. Белый шоколад воздушный. Сто лет что-то я его не видела. Раньше что-то так он популярен был. Типа, душные шоколадки. Вот эти, дутые с пузырёчками. Так, ещё одна шоколадка. Молочный шоколад воздушный. Человек летит. 72 калории на одну... Чего тут там? На одну порцию. Клёво. Так, лежать не падать. Я потом ещё подик поднесу, чтобы весь этот стендик было видно. Ух ты! По-моему, это доска. А, нет, это подставка под горячее. Прикольно. У меня есть от длинмамы такая кругленькая осталась. Точнее, ну, ближе к кружочку. Чё-то там с малиной, когда-то в подарок приходило. Тут вишенки. Слушайте, они такие натуральные. Я бы тоже их сейчас захомячила. Сейчас, может, у меня там мясо на косточке свиное варится на будущий суп. Может, или в сковороду можно поставить. Короче, ещё что-нибудь сюда затестирую, заставить. Поставлю. Так. И вот там вот такой пакетик. Ещё один пакетик. У меня есть ещё один пакетик. Пакетик от Эйвона. Так. Как-то это всё разложить-то. В общем, вот такая вот замечательная у меня посылка. И чай. И к чаю. И для этого. По хозяйству. И помыться. И чё ещё. И надушиться. Лёльке огромное-огромное большое спасибо. В общем, если вы изилили до конца, то вам, лыбящаяся Лёля, желаю от этого какого-то хорошего настроения. Позитивных лучей и тому подобного. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...